В Хабаровском крае все готово к началу голосования. Избирательные участки откроются в 8 утра. Голосование продлится 3 дня, с 17 по 19 сентября. Всего в крае идут 40 избирательных компаний разных уровней. Поэтому каждый избиратель получит на руки от 3 до 5 бюллетеней. Жители края, как и всей страны, смогут принять участие в голосовании за новый состав Государственной Думы России. А также предстоит избрать депутата на вакантное место в краевой парламент. Кроме того, пройдут выборы в муниципалитетах. Но, пожалуй, самыми значимыми в нашем регионе станут досрочные выборы губернатора края. На пост главы региона претендуют Михаил Дегтярев, Марина Ким, Бабек Юсиф Аглы Мамедов и Владимир Парфенов. Для выборов губернатора Хабаровского края напечатано более 975 тысяч бюллетеней. В качестве наблюдателей на участках на территории края будут присутствовать более трех тысяч наблюдателей. Все они прошли специальную подготовку. К работе в участковых комиссиях привлечены специалисты учреждений социальной сферы. Всего около 8 тысяч человек. Для тех, кто не сможет прийти на участок лично, организовано голосование на дому. Список этой категории избирателей в этом году расширили свой выбор. Уже сделали почти 4 тысячи человек. Это жители отдаленных поселков, метеорологи, старатели, оленеводы и моряки. Досрочное голосование завершилось накануне. К разговору приглашаем нашего гостя в студии Дениса Кузьменко, председателя избирательной комиссии Хабаровского края. Доброе утро. Денис Александрович, доброе утро. Доброе утро. Вот мы уже сказали, что у нас досрочное голосование прошло. Какой была активность? И подсчитывать все будут уже вместе с основной такой волной? Да, действительно, мы ездили на самолетах, на вертолетах, на лодках, на вездеходах, на машинах повышенной проходимости. Более 100 маршрутов было освоено. Мы посетили, как вы уже сказали, оленеводов, моряков и метеостанции. Всего на выборах депутатов Государственной Думы проголосовало более 4 тысяч человек, на выборах губернатора более 2 тысяч человек. Но это обусловлено тем, что бахтовики зачастую приезжают из других субъектов, и мы не можем выдавать им бюллетени по выборам губернатора. В целом, если говорить о том, какое количество избирателей проголосовало в процентах от общего количества избирателей в крае, по выборам губернатора, это всего лишь где-то 0,2%. Но даже и для этой категории граждан, пусть незначительные, мы вынуждены были и должны были обеспечить право проголосовать. Три дня будут проходить выборы, с сегодняшнего дня они начинаются, ну и, собственно говоря, выходные. В каком режиме будут работать избирательные участки? Давайте об этом поподробнее. Действительно, стоит сказать об этом поподробнее, потому что мы привыкли, что голосуем только один день. Мы привыкли, что избирательные участки открываются в 8 часов утра, закрываются в 20 часов. А теперь вот такое голосование будет организовано все три дня. Избирательные комиссии и 17-го, и 18-го, и 19-го будут голосовать все три дня с 8 часов утра до 20 часов. Это вечернее время. И хотел бы отметить, что в любой из дней, без любой уважительной причины, может прийти любой избиратель. То есть 17-е и 18-е число – это не дни досрочного голосования, это такие же дни голосования. А как найти свой избирательный участок и узнать, есть ли я, собственно, в списке? Что делать, если человек не найдет себя там? Ну, во-первых, можно воспользоваться сервисом «Мои выборы». Мы уже привыкли, что для нашего удобства работает портал «Госуслуг». Также, кто имеет подтвержденную запись на портале «Госуслуг», может зайти на него. И многие, кстати говоря, уже оценили преимущества этой новой вкладки. Можно было по этой вкладке открепиться на другой избирательный участок. Там же он может получить информацию об избирательном участке, на котором сможет проголосовать. И всю информацию по тем избирательным бюллетеням, которые он получит. То есть информацию о кандидатах, которые будут в этих избирательных бюллетенях и политических партиях. Ну да, это очень удобно. Я лично воспользовался возможностью перенести избирательный участок поближе к дому. Это действительно было очень быстро, просто удобно вот на главном экране. Уведомление о том, что мой избирательный участок теперь находится вот здесь, рядышком с домом. Оно пришло через день. Но, к сожалению, уже такой возможности нет, потому что это нужно было сделать заранее. Так, продолжаем говорить о выборах. Мы идем на избирательный участок. Какой документ мы берем с собой? Знаете, на самом деле, кроме паспорта, есть еще иные документы, которые могут заменить паспорт. Но вот эти документы может взять с собой только определенная категория граждан. Например, моряки. И мы с вами, чтобы не путать наших избирателей, говорим о том, что на избирательные участки идем с паспортом. Не с копией паспорта, пусть даже заверенной нотариально. Не с правами, не с любым другим документом. Не с заграничным паспортом. Это паспорт гражданина Российской Федерации. Сразу несколько избирательных кампаний проходят у нас в крае. Где и сколько бюллетеней получат избиратели? Да, действительно, вы уже сказали, что у нас 40 избирательных кампаний. Каждый житель Хабаровского края будет получать по 3 избирательных бюллетеня, если он находится в границах своего округа. Это мы уже сговорили, да, 2 бюллетеня по выборам депутатов Государственной Думы, 1 бюллетень по выборам губернатора. Но у нас еще есть несколько избирательных кампаний. Одна кампания краевого уровня до выбора депутата Краевой Думы. И здесь бюллетени будут получать только на части территории железнодорожного района города Хабаровска. И еще несколько избирательных кампаний муниципального уровня. Хочу отметить, что наибольшее количество избирательных бюллетеней получат только в двух территориях. В городе Хабаровске на одном избирательном участке можно будет получить 5 избирательных бюллетеней. И в Комсомольском районе там тоже на нескольких избирательных участках можно будет получить 5 избирательных бюллетеней. Почти все жители Хабаровского края должны будут получить по 3 бюллетеня. Давайте еще напомним, вот мы получили бюллетень. А как правильно там ставить отметки? В каком случае недействительным становится бюллетень? Ну в этот раз все очень просто. В этот раз нет многомандатных избирательных округов. если это не касается выборов муниципальных. Поэтому во всех трех избирательных бюллетенях, по выборам депутатов Государственной Думы в обоих избирательных бюллетенях и по выборам губернатора, нужно будет поставить одну отметку в любом из квадратов. Проставление более чем одной отметки, либо не проставление ни одной отметки, будет влечь признание бюллетеней недействительным. А вот мы еще сказали, что будет голосование на дому. Кто этой возможностью может воспользоваться и вообще есть ли еще такая возможность? И как вообще это проходит все мероприятие? Голосованием на дому может воспользоваться любой гражданин. Для этого нужно каким-то образом самостоятельно, по телефону, либо опосредованно через своего представителя, помощника, родственника, передать информацию в участковую избирательную комиссию. Проголосовать можно в случае наличия уважительной причины. Ну и вот к традиционным уважительным причинам, к которым мы привыкли, это состояние здоровья, инвалидность. Законодательный расширил возможность. Теперь можно будет прийти для голосования на дому еще и для тех лиц, которые осуществляют уход за такими лицами. К ним можно отнести сиделок, родственников, которые не могут оставить больного человека, мам, у которых малолетние дети, ну и любые другие уважительные причины. По сути дела, мы готовы прийти к любому избирателю для организации голосования на дому. Мы никогда еще в выборную кампанию об этом не говорили, но все-таки интересно, если у человека на дому и у него подтвержденный COVID-19, он, получается, что он может проголосовать или к нему, наверное, никто не придет, он же болен. Но вы знаете, да, что эти лица не имеют права выходить за пределы, не имеют права контактировать. Ну и мы, честно говоря, вообще надеемся, конечно, на сознательность, в первую очередь, этих лиц, на понимание, потому что, ну, по сути дела, они сами не имеют права... Ну и риск будет для таких. А вот голосование будет идти три дня. Как будет обеспечиваться безопасность, как будет обеспечиваться прозрачность? И кто вот будет контролировать доступ к урнам? Что касается организации безопасности на избирательных участках, хочу заверить, что голосование, и это уже проверено годами, протестировано, вы знаете, что мы проводили определенные тренировки, будет обеспечено на должном уровне. Мы говорим о том, что обеспечивается личная, общественная безопасность, на каждом избирательном участке будут присутствовать сотрудники органов внутренних дел, представители МЧС, Росгвардии. На каждом избирательном участке будут металлодетекторы, ручные, стационарные, видеонаблюдения. И вот к безопасности личной и общественной, противопожарной безопасности, в этот раз мы отдельное внимание уделяем обеспечению безопасности санитарно-эпидемиологической. И тут тоже применяется огромное количество мер, это термометрия, обработка рук, обязательное использование маски, перчаток одноразовых. Эти все вещи будут выдаваться на входе в помещение избирательной комиссии. Ну, привычные нам уже такие меры защитные. Привычные, они привычные, но они подтвердили свою эффективность по итогам прошедших избирательных кампаний. Никаких всплесков, вспышек заражения ковидной инфекцией не допущено. А вот что интересно, что происходит с урнами, когда избирательный участок закрывается? Получается, она же должна до следующего дня дождаться, ну, в своей очереди. Вот что там? Ну, это вот вторая часть вопроса про обеспечение безопасности бюллетеней на избирательных участках. Действительно, этот вопрос интересует всех. И мы, понимая это, и Центральная избирательная комиссия приняла беспрецедентные меры. Во-первых, вот все избирательные бюллетени после окончания голосования, будь то, если это досрочное голосование на дому, то сразу после окончания голосования на дому. Если это голосование на избирательном участке, то сразу после 20.00 будут пересыпаться в специальные сейф-пакеты. Эти сейф-пакеты имеют индивидуальный номер. Номер уникальный, не повторяющийся. Эти сейф-пакеты имеют специальную индикаторную ленту, которая в случае, если вдруг будет какое-либо воздействие физическое, химическое, тепловое, покажет, что такое воздействие было. И мы уже, собственно говоря, убедились. Это будет происходить в присутствии наблюдателей. Это все будет происходить в присутствии наблюдателей. После этого сейф-пакеты будут перекладываться в специальные отдельные сейфы. Эти сейфы будут закрываться, эти сейфы будут опечатываться. И все три дня, даже ночью, находиться под видеонаблюдением. Вообще, насколько важна явка? Есть ли какой-то минимальный порог, когда выборы считаются состоявшимися? Вот, в частности, выбор губернаторов. Губернаторы в нашем крае интересуют. И после того, как будут посчитаны результаты, когда мы узнаем результаты выборов? Ну, перейдем к первому вопросу. Насколько важна явка? Важна явка, знаете, для нас в плане обеспечения возможности проголосовать. Это как индикатор нашей работы. Конечно, мы не можем никого заставить прийти на избирательные участки, но мы создаем максимальные условия для того, чтобы каждый из избирателей смог проголосовать. И, ну, конечно же, это единственная фактически информация, которая будет интересовать всех нас до подсчета голосов. Явку мы будем подсчитывать, явку будем передавать в определенные часы, 17, 18, 19 числа. О ней будем информировать всех наших избирателей. При этом будем, конечно же, надеяться на то, что они придут на избирательные участки. Ну, а результаты, в том числе и тем голосованием, которое мы уже провели, это вот те досрочники, мы узнаем только после окончания голосования 19-го числа. Фактически, подсчет голосов начнется сразу после 20.00, 19-го числа. Ну и какие-то результаты мы уже будем понимать в конце дня 19-го. Устанавливать итоги будем 20-го, 21-го и так далее. После того, как завершим подсчет голосов на всех избирательных участках. Значит, ждем вас еще в христе. Ну, 20-го числа обязательно поговорим об этом. Не будет нарушением агитации и не будет признан, если я позову всех на выборы. Мы не будем агитировать. Призывы проголосовать не за конкретного голосования, а просто прийти на избирательные участки. Это не предвыборная агитация. Прошу, пожалуйста. Отлично. Приходите на выборы, независимо от возраста. Ну, понятно, что 18 лет вам должно быть, независимо от вашей политической ориентации. Приходите на выборы. Это сделать очень-очень легко. У нас в гостях был Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края. Продолжение следует...